Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос дня». Меня зовут Наталья Данина. Как получить грантовую помощь? Кто является социальным предпринимателем? И на какие цели можно потратить средства гранта? Сегодня в нашем эфире расскажет Владимир Александрович Наумкин, заместитель начальника отдела развития предпринимательства Министерства экономического развития Республики. Владимир Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Александрович, уже второй год в Хакасии действует программа социального предпринимательства. В прошлом году это были субъекты территории монотерритории, субъекты бизнеса. Что изменилось в этом году? Для начала скажу, что не совсем это были территории только моногородов. Сразу поправлюсь. На территории моногородов в прошлом году у нас действовала грантовая поддержка. Но социальными предприятиями мы признавали субъекты бизнеса со всей республики. У нас в том числе есть социальные признанные из Абакана, из Аскиза, из Майна, из Усть-Абаканского района. Ну, это не только там три наши моногорода, которые у нас... Но на гранты они рассчитывать не могли? В том году не могли. А в этом? В этом году могут. В этом году изменились условия предоставления грантовой поддержки. И теперь, правда, и размер гранта уменьшился. Если в прошлом году на монотерритории предпринимателям из монотерритории можно было получить до полутора миллионов рублей, то теперь предприниматели могут рассчитывать по всей республике, но размер гранта до 500 тысяч рублей. Ну и если я правильно ориентируюсь, то и условия получения гранта тоже изменились. Получить 500 рублей можно только с условием софинансирования. Верно? Верно. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее, как здесь обстоят дела. Ну вот смотрите, грантовая поддержка, она предполагает условия софинансирования. И конкретное софинансирование, ну какой размер должен быть, должен процент заплатить предприниматель, вложить своих денег в свое же производство, мы пока сказать не можем, поскольку не доведены еще федеральные требования. Они еще не утверждены, не доведены регионов. Мы ожидаем, что такие требования появятся и нам их доведут в течение следующего месяца. То есть к концу марта мы уже сможем более подробно ответить на все вопросы наших социальных предпринимателей. Но пока нам известно, что размер гранта будет до 500 тысяч рублей, можно на эти средства будет приобретать оборудование, основные средства. Возможно, это будет приобретение франшизы, ну и какие-то другие расходы, связанные с его деятельностью. Ну вот опять же скажу подробнее, мы узнаем через месяц, поскольку деньги, которые мы распределяем, они федеральные. И соответственно требования, как должны впоследствии эти деньги быть розданы предпринимателям, тоже устанавливает Федеральное министерство экономического развития Российской Федерации. Итак, понятно, что федеральные цифры будут ясны нам только в марте, и нашим телезрителям мы обязательно об этом расскажем, с вашей помощью очень рассчитываю. Ну а сейчас давайте вернемся к самому началу нашей программы. Расскажите, кто же такие социальные предприниматели, что это вот за такой слой бизнеса? Социальные предприниматели – это предприниматели, осуществляющие, скажем так, в определенном роде социальную деятельность. А что такое социальная деятельность в данном ключе, в понимании 209-го федерального закона, это деятельность, направленная на работу с ребятишками, на работу с инвалидами, на изготовление каких-либо средств реабилитации инвалидов, но не только. И в том числе трудоустройство к себе некоторых категорий граждан. Это пенсионеры, предпенсионеры, одинокие многодетные родители, это выпускники детских домов до 23 лет, граждане, недавно освободившиеся с нею с лишения свободы, ну и некоторые другие категории. Вот эти категории, вот все вот эти условия, где можно более четко посмотреть, вдруг наши телезрители сейчас не успели уловить основную мысль, да, беседы, или только что к нам присоединились, можно где-то посмотреть на сайте, почитать четко, чтобы все понимать? Можно посмотреть. Нормативно это установлено статьей 24.1 209 федерального закона о развитии малосреднего предпринимательства. Информация об этом и о мерах поддержки, ну и о том, как можно подать документы, по какой форме, располагается на сайте мойбизнес19.рф, и в первую очередь на официальном портале Республики Хакасия. У нас на официальном портале есть на главной страничке баннер гранта для социального бизнеса, туда можно зайти и посмотреть всю интересующую информацию наших телезрителей. В Республике Хакасия очень много внимания социальным предпринимателям уделялось в прошлые годы, и уделяется в этом году, я знаю, вот по вашей работе. А расскажите, пожалуйста, много ли этой категории представителей бизнеса в Хакасии? Таких предпринимателей у нас по итогам прошлого года 36. Нам подавали заявки чуть больше 40 субъектов предпринимательства, 37 из которых мы признали как субъектов социального бизнеса, ну, один впоследствии закрыл предпринимательство и переехал на территорию другого региона жить. Поэтому их у нас осталось 36. Много ли это или мало, честно говоря, сказать сложно, поскольку это был наш первый опыт, и признание предпринимателей социальными, поскольку требования были столько в середине 2019 года, да, и мы с прошлого года начали эту работу. Но по опыту субъектов, ну, по опыту других регионов, да, наших соседних субъектов, это такие средние цифры, ну, относительно того количества предпринимателей, которые у нас на республике зарегистрированы, ну, в целом. Интересная мысль однажды у нас в программе прозвучала. Мы приглашали к себе социального предпринимателя для того, чтобы он рассказал о своей работе, и в том числе о поддержке министерства и фонда. И он сказал, что, в принципе, каждый предприниматель может рассчитывать на... чтобы попасть в эту категорию, если он относится ответственно к своей работе. У всех есть пенсионеры в штате, ну, так или иначе, да, как-то вот... Да, смотрите... Главное подтвердить. Смотрите, у нас, ну, в целом в обществе сложилось такое понимание, что социальный предприниматель — это тот, кто, ну, наверное, как-то работает... Благотворительность, да? Благотворительность, может быть, как-то работает с инвалидами там, или вот что-то такое, что-то в этом роде. Но не только. Если посмотреть по структуре, что из себя представляют вот эти 36 субъектов предпринимательства, которые мы признали в качестве социального, то две трети из них, они как раз-таки проходят по категории, когда по итогам прошлого года не меньше половины работников у тебя из социальных категорий. Да, вот в частности у нас, ну, поскольку были гранты, была особая грантовая поддержка в моногородах на территории Абазы, Черногорска, Саиногорска, у нас большинство, конечно, социальных предприятий в прошлом году было из всех территорий. И мы видим, что, например, там в Абазе, допустим, много предпринимателей, которые к себе трудоустраивают пенсионеров или граждан предпенсионного возраста. Причем есть предприниматели, где 100% работники работают из такой категории. И если смотреть по виду деятельности, чем они занимаются, то, например, скажем, какие-нибудь грузоперевозки будут там, или пассажироперевозки. В самих по себе грузоперевозках, скажем так, как в деятельности, социального ничего особо нет. Но, учитывая, что там работают мужчины, допустим, там предпенсионного или пенсионного возраста, то мы можем сказать, что предприниматель, который их себе трудоустроил, он, скажем так, обеспечивает их работы. И несет определенную социальную нагрузку. И несет определенную социальную нагрузку, да, все правильно. И таких у нас две трети из той массы, которую мы зарегистрировали в минувших годах, да? Которую мы признали. Расскажите, пожалуйста, Владимир Александрович, вот на какие виды поддержки и в каком размере смогут рассчитывать социальные предприниматели, ну, помимо того, что мы уже с вами обсудили в этом году, в 2021? Помимо грантовой поддержки, о которой мы только что говорили, также можно рассчитывать на получение займов от гарантийного фонда микрокредитной компании Республики Хакасия. Это займы до 3 миллионов рублей, на очень хороших условиях. Там ставка по всем микрозаймам до 4,25% годовых, до ключевой ставки Банка России. А если социальный предприниматель из моногорода, то тогда половина ключевой ставки Банка России, то есть там 2 и 125 тысячных. Средства можно также потратить на приобретение оборудования, на пополнение оборотных средств, да, ну, на вашу текущую деятельность. На развитие деятельности. На развитие деятельности, да. На приобретение тех же автобусов, грузовых автомобилей. То есть, когда мы смотрим, что приобретают за счет средств микрозаймов, за счет, что приобретали за счет средств гранта, то есть мы увидим, что это и снегоуборочная техника, да, если это управляющая компания, в которых также бабушки, дедушки там подметают улицы или, ну, убирают дворы или подъезды. Это и медицинское оборудование, когда у нас есть медицинские частные организации, где врачи старшего возраста работают. Ну, либо это, опять же, не только старшего возраста, это могут быть и одинокие родители, многодетные родители. Там категорий много, на самом деле. То есть, можно приобретать и развиваться. Да, приобретать и развиваться, да, пожалуйста. Также, помимо этого, это поручительство от гарантийного фонда. Там размер сейчас поручительства практически до 15 миллионов рублей. И если социальный предприниматель осуществляет деятельность там из ряда приоритетных, на сайте гарантийного фонда можно посмотреть, то размер вознаграждения, который платится гарантийному фонду, оно меньше, чем у остальных субъектов бизнеса. То есть, тоже такая определенная льгота, скажем так, есть. Ну, и меры поддержки такие, как для всех у нас, в принципе, подходят. Это лизинговая поддержка через лизинговые оригинальные компании, это и имущественная поддержка, ну, консультация, обучение, пожалуйста. То есть, все, которые оказывают меры поддержки в республике, на все могут рассчитывать? На все могут рассчитывать, а на некоторые и на льготных условиях. Владимир Александрович, очень интересная сегодня получилась беседа. Самое главное, я рассчитываю, что полезная для наших телезрителей. Вот расскажите, пожалуйста, если сейчас кто-то из них вдруг узнал себя в том образе, который мы описали, что он является социальным предпринимателем. Куда ему пойти, куда обратиться за помощью? Вот как начинать ту работу для того, чтобы эту категорию подтвердить и уже претендовать на те меры поддержки, о которых вы рассказали, с полным правом? Для начала подскажу, что необходимо будет подтверждать свою деятельность по итогам предыдущего года. То есть, по итогам в 2021 году, по итогам 2020 года мы смотрим документы, чтобы по итогам 2020 года у субъекта бизнеса работало не меньше половины сотрудников из социальной категории или не меньше половины дохода он получал от осуществления деятельности, скажем, связанной с какой-то культурной сферой, с сферой работы с ребятишками. Социальная, опять-таки, да. Да, работа с ребятишками, там, домопразование, ну, что-то такое. Спорт. Да, да, почему нет. Необходимо заполнить пакет документов, который на самом деле не является большим, не особо большим, и подать к нам до 30 апреля текущего года. Сейчас, кстати, вносятся изменения, как нам говорят, федеральные коллеги в нормативный акт, устанавливающий дату, ну, скажем так, конечную дату приема документов. И говорят, что, возможно, эту дату продлят, и у предпринимателей будет возможность подавать документы круглогодично. Ну, пока мы всех ориентируем на 30 апреля. Значит, перечень документов, напомню, размещен у нас на официальном портале Республики Хакасия. Есть баннер на главной странице «Гаранты для социального бизнеса». Там есть форма документов, есть методы указания, как их заполнять. Ну, есть меры поддержки, да, на которые можно принять рассчитывать. Ну, и, собственно, контакты, куда можно обратиться, если какие-то у вас возникают вопросы. Ну, что ж, сегодня вопросов было много. Спасибо, что вы на них, Владимир Александрович, так подробно, конкретно ответили сегодня в нашем эфире, в эфире канала РТС. Я думаю, что мы с вами еще раз здесь встретимся и расскажем о таких хороших мероприятиях для нашего бизнеса. Спасибо, всего доброго. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вопрос дня». Увидимся в эфире канала РТС. Редактор субтитров А.Семкин